ЛИТЕРАТУРНУЮ ДУЭЛЬ С чем это связано? Почему борьба за устранение дискриминации и угнетение людей на основе гендера какой-то частью общества или обществ воспринимается как что-то неправильное? Когда произошла такая подмена понятий? Что случилось? Кто виноват? Вот все это обсудим сегодня в рамках нашей дуэли с писателем-драматургом Марией Арбатовой. С писательницей. С писательницей, драматургом Марией Арбатовой и поэтищем, самым цитируемым поэтом в России, художником, киноактером и телеведущим Владимиром Вишневским. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Первый вопрос у меня, наверное, про феминизм. Что это? Феминизм это. Вот как вы это понимаете? Вы, Мария, и вы, Владимир? Кто первый? Мария, конечно. Она основательница российского направления феминизма в России. Да, давайте так и сделаем. Ну, начнем с того, что вы начали как бы транслировать мифы о том, что феминизм является кем-то как бы неодобряемым явлением. В то время как феминизм является всего лишь той частью прав человека, которая касается гендерного аспекта. И весь феминизм укладывается в статью Декларации прав человека о том, что ни один человек не может быть дискриминирован за своей расовой, половой и религиозной принадлежности. Все. Значит, как бы главным идеологом феминизма в мире так посчастливилось и получилось была в нашей стране Александра Калантай. Я только ее скромная поклонница. Более того, когда я встречаюсь на разных женских феминизмских форумах с представительницами стран, победившего феминизм скандинавками, когда я задавала им вопрос, что девки, как вам удалось так, значит, все это оформить правильно, они говорили, у нас наследие Калантай, она же была послом сразу везде, и она создала вокруг себя такую некую линию, некую ауру, некую тусовку, которая пошла дальше. И они, в отличие от жительниц нашей страны, которые получили от нее все, с благодарностью ее вспоминают. Поэтому ничего, кроме того, что написано в Декларации прав человека и нашей Конституции, феминизм не обозначает. Владимир, вы когда-нибудь говорили, а, ну это эти феминистки. Было у вас такое? Ну, во-первых, не сочтите за. Я уже не мог несерьезно к этому относиться, потому что я знаю Марию, не только как друга подругу, друга подруга. И то потому, что у тебя дочь. Да, я к этому термину пренебрежительно никогда не относился, хотя, конечно, что касается некоторых феминисток, мне, Мария Арбатов, это бывает страшно, если честно, пока, с одной стороны. С другой стороны, феминистки любят мою строчку, если я ничего не путаю, живой-то бабой надо заниматься, но при этом она хочет заниматься собой сама и не терпит вмешательства. Вы начали с упоминания слова, одного из самых, как бы сказать, по-русски более понтовых слов, значит, и я вспомнил свои стихи. Без дискурса и парадигмы произвести бы не смогли мы. Ну, ладно, я, поэт, я гетер, осексуал, ну я пошел. Моя задача выиграть гендер на право представлять свой пол. Я хочу сказать, завершая ответ на ваш вопрос, что я отношусь к этому, ну, в общем, без фанатичного отрицания, без особой симпатии, если честно, как, в общем, ну, пусть цветут сто цветов. Но если, как в любом движении, в любой доктрине, преувеличенное влияние на жизнь, на искажение даже собственной жизни наблюдается, то я не за это. Поэтому феминизм, не бесспорный термин, вызывающий самые разные, особенно сегодня, самые разные виды отношения, реакции. Но я его терплю, значит, хотя бы ради Марии Арбатовой. Да, да, она, кстати, постукивает пальцами, готовится ответить что-то по этому поводу. Ну, вообще, конечно, нет. Что вас зацепило здесь? Я хочу сказать, прошу, Мария, все, что ты скажешь, будет правильно, прекрасно. Вот если бы жизнь отличалась некой нормой, чего вообще невозможного сегодня, то феминизм не был так актуален, значит, как вот вам хочется. Ну, во-первых, что мы считаем нормой, и почему мы разговариваем об этом в такой как бы юмористической манере, когда это касается прав человека, да, потому что феминизм это такое же направление, как борьба неважна с расизмом, там, с ксенофобией, с мигрантами, с вичинфицированными, с гомосексуалами, с, там, не знаю, инвалидами и так далее. Это просто аспект прав человека, который немножко выравнивает ситуацию и дает людям биологически разным, а биологически разные люди даже внутри одного пола, потому что один лежит в реанимации, а другой Шварценеггер, но закон должен быть равен по отношению к ним, поэтому феминизм, он хочет просто создать равные стартовые условия. И все отцы дочерей, они как раз феминисты изначально, потому что, когда они рассуждают о мире вообще это одно, а когда они рассуждают о том, что на разных как бы ступеньках жизни их дочь будет дискриминирована, то у них начинают как бы желлаки ходить на лице, и они вспоминают о том, что хотят предоставить своей дочери всю полноту и весь объем мира. Ну, как бы хорошие, нормальные, любящие отцы, там, деды и так далее. Ну, тут слово феминизм не избежишь по поводу отцов своих дочерей. Вот я, как отец своей дочери, я не феминист, наверное, не увлекаясь полемикой. Я отец своей дочери, который каждую секунду испытывает тревогу. Понятно, я вижу, что она там вырастает, фу-фу, в личности, которая не допустит быть там, чтобы быть совсем не феминистской курицей, там, ведомой. Но при этом, мне кажется, это не феминизм. Может быть, я что-то новое сейчас открою, послушав тебя, Алексея. Поэтому здесь отец дочери немножко сумасшедший, папаша, и феминист, все-таки тут ножницы есть между этими понятиями. Ну, я, честно говоря, не вижу этих ножниц, потому что вот у меня два сына, один из которых сейчас сидит с внучкой в декрете. Жирно подчеркиваю. Сын в декрете с внучкой. Будучи, как бы, известным культурным антропологом. А это, кстати, совсем в другую сторону. Я, в общем-то, горжусь этим. Да, правильно. Мой сын один из, как бы, вот, идеологов создания парка в Заряде, координаторах надзора и далее везде. Да. Вот, просто в тот момент, когда родилась дочка, он решил дать возможность продолжить не менее блестящую карьеру своей жене, которая чиновник. Я не буду называть, где, как и как, но это очень весомое для ее возраста положение. И сказал, мама, я за это время напишу книгу. Как вы понимаете, он не написал ни одной строчки. А вам нравится вот эта история про то, что мужчина может уйти в декретный отпуск? Ведь этого вообще не было. И, наверное, это тоже заслуга феминисток в чем-то. Или я не прав? Я считаю, что это, в общем, может иметь место. Это не лишает его личностности. Наоборот, это, помните, собственно, ну, пример, навскидку. Джон Леннон готовил сам кашку Джулиану. Сам готовил ему. Готовить кашку и уйти в декретный отпуск. Нет, это разное. Это легально, да. Но, вы знаете, ну, есть мужчины, которые могут уйти в декретный отпуск, как бы не ослабляя свои творческие деятельности. Понятно, корректирую, не тот, который стоит, образно говоря, у станка, а тот, который, значит, креативщик. Что, в общем, я произнося это, не ущемляю в некреативных профессиях. Но, тем не менее, я считаю, что это нормы не должно быть и не может быть. Но, как отдельные прецеденты в уход в декретный отпуск. Мужчины. Да, я считаю, что это заслуживает внимания, ну, уж точно не о осуждении, не о хаивании, не о смеянии. Мы не будем осуждать вашего сына. Нет, а я считаю, понимая, какая он личность, о чем Мария Ивановна напомнила, я считаю, что это вообще, так сказать... Я, правда, против того, что люди вот такие делают эксперименты, чтобы потом сказать, ну, есть у меня и такой опыт. Сейчас же принято говорить, когда ты попал в какую-нибудь ситуацию, ну, что же, это и такое. Так вот, теперь это тоже опыт. Вот, это отдельная тема проговорения, я этим увлекаюсь. Но факт тот, что я без... Я считаю, что как отдельно взятый пример, как минимум, в лице сына Марии Ивановны, это, мне кажется, достойно уважения и внимания. Ну, давайте я вам напомню, что в скандинавских странах примерно 30% мужчин сидят в декрете. Примерно столько же мужчин сидит на больничном, когда болеет ребенок. Поэтому женщину, когда берут на работу с маленьким ребенком, ей не говорят, значит, у тебя ребенок будет болеть. Да? Мы тебя не возьмем, потому что у тебя будет болеть, и ты будешь все время... Да. И я очень хорошо помню встречу с пастершей финской. А пастыры в Скандинавии – это очень распространенная женская профессия. И когда наши журналисты задали ей вопрос, как это у вас трое детей, вы взяли приход, вот, она сказала, ну, знаете, у моего мужа журналисты тоже трое детей, никто не задает ему этого вопроса. Да? Да, кроме того, я хочу напомнить, что сам по себе вот этот, как бы, механический процесс осваивания декретного отпуска мужчинами был как судебный процесс выигран военным, который вдовец один, это было лет 5, по-моему, тому назад, один воспитывал ребенка, и руководство не знало, что с этим делать, не было законодательства. Он потом в суд выиграл, и, в общем, 100 минут, и семья сама стала решать, кому лучше, кому эффективнее, кто может прерывать карьеру, кто не может прерывать, кто больше зарабатывает, кто фрилансер, а кто, значит, как бы служака. Вот, поэтому, в общем, сейчас, скажем так, засада, что я подозреваю, что он будет и со вторым ребенком сидеть в декрете, и тут я уже, конечно, как мама начинаю нервничать, но... Ну, рабочий момент он уладил при этом, да, формальности? Нет, нет, я не могу сказать, что он уладил рабочий момент, потому что каждый вечер, к концу дня, он мне говорит, мама, а как ты справлялась с близнецами, у меня два сына, и еще успевала писать пьесы. Ну, это, опять-таки, это культурологические вещи, в которых женщина более адаптивна, у нее, как у богини Дургия, 25 рук. Просто по привычке, потому что долго этим занималась, или... Ну, как бы общество каким-то образом нас формировало, одних такими, других такими, и вот когда мы говорим о том, что у маленькой девочки, какой у нее диапазон, потому что с самого детского сада начинаются мальчики-зайчики, девочки-снежинки, да? Я был зайчиком детского сада тоже. Вот, а я смотрю, что моя внучка, она абсолютно равнодушна к куклам, и у нее совершенно вот техническое мышление, ничего кроме машинок, конструкторов и пазлов ее не волнует. И если бы она попала в условия гендерной социализации, ей бы говорили, это для мальчика, не трогай, не делай, не смей. Таким образом, как бы ее развитие было бы очень сильно деформировано. Давайте к литературе вернемся. Вы же, наверное, хотите про феминитивы поговорить, разговариваете. Про феминитивы, конечно, да. И про вообще вступление женщин в литературу как полноправных авторов, которые не прикрываются мужскими псевдонимами, а выходят сами и говорят, вот да, могу, хочу и буду. Когда это произошло? Вот так. Вы можете этот момент отсечь? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что в XIV веке женщины, итальянские ремесленницы вышли на как бы митинг за равную оплату труда. Но уже к этому моменту уже в монастырях были женщинами написаны какие-то большие труды. В этом смысле мы уйдем далеко. Но женщины как профессиональные писательницы, они, конечно, появились уже там в XIX веке, в XVIII веке. Все-таки я даже не могу сказать, кто имел как бы имидж писательницы и, не говоря дурного слова, заработок. И уже к XIX веку появилось то, что тогда называлось словом женская литература. Но тогда это означало такой сентиментальный роман, который читали барышни, и он, в общем-то, не являлся тем, что, в нашем понимании, сегодня является литературой, когда писатель приходит со своим миром. Да, я здесь, вопрос, мне кажется, чуть про другое. Про него я готов ответить, про другое. Я не вторгаюсь в вашу беседу. Мы с Марией даже обсуждали это раньше, поскольку мы еще и друзья. Вы знаете, я сейчас настолько увлечен русским языком, который течет в моих жилах, и у меня есть даже такая работа, попытка такого шоу-трактата «Велик, могуч, правдив, о как мне дорог, язык, где нет сегодня оговорок». Я утверждаю, что на едином нашем пространстве, значит, аварийном, самая мощная отрасль и стихия – это тот самый язык, который воспел Тургенев. При этом забывают фразу его, который заканчивается, его монолог, о великом, могучем, правдивом и свободном. «Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома». Слов плохих нет, но употребление, когда слова зомбируются трагическими событиями, например, у меня есть такая строка «Нордос, такого ветра больше нет». Так вот, в словах поэтка, авторка, мы к этому идем, они могут быть, но, вы знаете, они производят такое, какое-то истошно-стебное впечатление, именно как полемическая форма. «Да, я поэтка, я авторка, вот дочь у меня уже обыгрывает, я поэтка». Почему? Допустим, если говорить о поэтах, и это подчеркивали, что они никакие не поэтессы, а поэты Ахматова, Цветаева, но и слово «поэтесса» прелестное. «Сафо» — она поэтесса, мне кажется, при всем том, что она археологична уже. Как сказала Ирина Адоевца, «я маленькая поэтесса с огромным бантом». В слове «поэтка, авторка», повторяю, есть что-то такое, значит, полемичное, что-то такое, значит, в пику чему-то. Это суффиксы вас смущают или что? Меня смущает само слово, даже не потому, что я такой консервативный. Можно сказать поэт. Вот если бы Мария писала стихи, она была бы не писательницей, она бы, я уверен, была бы поэтом. Она бы поправила меня, она бы сказала поэтесса. Поэтесса, да, это куда лучше, чем поэтка. Поэтка — что-то такое суфражистское, что-то такое времен Маяковского, что-то такое излишне концептуальное есть в этом. Поэтка — это слова, главный смысл которой в их, так сказать, полемической направленности против этих самых писателей-мужиков. Прервите меня, пожалуйста. А я прерву вас, потому что мне кажется, что, может быть, Мария со мной согласится, а может быть и нет, но когда ты пробиваешь какую-то стену, тебе нужно какое-то дополнительное усилие. Оно должно быть мощным. Не просто, да, и поэтому и слова должны, наверное, раздражать, нет? Давайте сразу договоримся. Ох, сейчас подожди, я скажу. Давайте сразу договоримся. Давайте сразу договоримся, что язык — это живой организм, который как бы как плющ живёт, стелится, расцветает так, как ему удобнее. И вот там, скажем, слово «феминитива», оно означает вообще принадлежность к полу. Никто же не отрицал её даже в слове о полку Игореве, когда говорили «псковитянка», «новгородка» и так далее. Подожди, подожди, подожди. У нас после революции просто хлынули феминитивы, потому что появилась рабочая, колхозница и прочие специальности, там, не знаю, учительница и всё, что раньше было закрыто на рынке труда для женщин. При этом товарищ. Ну, товарищ — да, но товарищ — это всё-таки идеология. Это всё-таки не... Не про жизнь. Не про жизнь, да, это немножко другое. Это такая конструкция, которую, видимо, боялись трогать, поскольку она и так была не очень устойчивая. И имитировали равноправие революционное. Ну, как тебе сказать, его не имитировали. Значит, женсоветы чем занимались? Они занимались ликвидацией безграмотности и были социальным лифтом для талантливых женщин, да, которым до этого не давали как бы вообще, в принципе, развиваться социально. Вот. А потом, скажем, в 60-е хлынул, как бы, языковой массив совершенно новых феминитивов. Но я хочу вам сказать, что вы и на старые феминитивы никак болезненно не реагировали, потому что у льва была, значит, жена львица, у итальянца была жена итальянка и так далее. Прекрасно. То есть язык наш жил с суффиксами, префиксами, и, в общем, все было спокойно. Потом появилась как бы ситуация нашей перестройки, когда язык стали перегружать не только феминитивами, но просто, помните, с одной стороны были англицизмы, кальки, а с другой стороны была феня. И я всегда цитирую, когда мне говорят, что фени не было. Я очень хорошо помню, как Чубайс, воспитанная в хорошей семье, по телевизору дает интервью, я тогда политикой занималась, и говорит дословно, на нас наехали, но мы не прогнулись. И люди старшего поколения просто не понимали, что он сказал, что он сказал, что эти глаголы значат. Потом постепенно с уходом вот этой всей коррупционной грязи и пены язык стал возвращаться в свою луну, англицизмы стали цвести другим цветом, потому что у каждого поколения детского, подросткового, они свои, новые, и вы уже не поймете с разницей в 10 лет. Но что касается авторки и поэтки, я старомодно, конечно, даже когда перепочиваю каких-то девушек-молодых феминисток, я старомодно, конечно, пишу авторша и поэтесса, но я не уверена, что не привьется авторка и поэтка. Может, и останется. Да, вот мы не знаем, как наше слово отзовется. А блогерша естественнее звучит, блогерша, мне кажется. Да. Так это самое, как по женски. Ну, смотри, это на наше старое ухо. Вот смотрите, я вам приведу только один пример, которым я уже всех задолбала. Было слово машинист. Человек, который водит, значит, в топку бросает, но это, правда, был кочегар и так далее. Потом мужчины сели за Риммингтоны, и они назывались машинист Риммингтона, чтобы было понятно. Потом, значит, как бы женщины сели за Риммингтона и стали называться машинистки. И мужчины тогда первый раз вышли на митинги, потому что их оскорбляло, что у них забрали профессию. Ведь на самом деле войн начинается только там, где мы начинаем теснить мужчин со своей поляны. Там же, где генеральша уже не жена генерала, а генерал у меня полно. Генераль. Приятельниц. Генеральш. А не женщин генералов. Кандидаты в президент ШИ тоже есть, как минимум, вот две, если говорить о российском государстве, о федеральном выборе. А слово машинистка, если мы к нему возвратимся, значит, ушло даже из этого контекста, потому что умерли пешущие машинки. Их нету больше. Но зато в этот момент удалось подвинуть список ограничений профессии. И у нас в этом году первые женщины вышли водить поезда. В этом году? В этом году, да. Машинистки. Метро, и они теперь машинистки. И вот смотрите, как язык, значит, какую дугу написал. И там пытаются писать женщина, машинист, поезд до метро. Но это же ахинея просто. Это же невозможно выдвинуться. Машинист будет. Топтологично звучит. Да. И эта конструкция, видимо, язык ее не выдержит. Маш, ты знала... Он сократит. Конечно. Да, это переходный. Ты была знакома, дружна с Юрием Нагибиным, Юрием Марковичем? Нет. Я с ним был слегка знаком. Мне написал очень теплое письмо на мою первую книжку. Какая веселая и грустная книжка. И видел его за месяц до смерти. Но я, как одно из самых сильных впечатлений, храню его вечер в доме учителя, где мама работала. Там был вечер в Тушенко, Богословска. И вот Дзорин, и вот он сказал, что у него есть рассказ «Машинистка живет на шестом этаже». И это оказался инвалид, травмированный, который действительно работал, машинист, машинист, машинист кое-как. А почему машинистка? Это женский урод. А вы хотите, чтобы я написал машинист? Это вот то, о чем ты как раз говорила. Языковые тупики. И блогерка, наверное, тоже языковой тупик. Но как из этого тупика выйдет сам язык, мы не знаем. А вот смотрите, я хочу продолжить твой пример, значит, про моего читателя Чубайса. Значит, смотрите, как, вот что еще увлекает и что очень знаково. Смотрите, как это время с 90-х годов, и нулевые, и вообще наше жестокое время, когда других времен нет, как оно выражено в глаголах. Какие глаголы рулят? Продавить, прессовать, нагнуть, гнобить, ну, про распилить уже даже смеяться. Распилить. Закатать в асфальт. Да, но закатать нет. Нет, сами глаголы, эти новые глаголы, выбешивать, ладно, выбешивать, выгорать. Глагольное, глагольное, отжать, отжать. Я вообще, знаете, наехать, ну, наехать, это святое. Чем, что увлекает еще? Все, без самоцели, но вы смотрите, вот как человек себя характеризует и свой бэкграунд так называемый словами. Вот, допустим, у нас с тобой, Маш, есть друзья, которые там имеют какой-то, так сказать, военно-прикладной бэкграунд, говоря так. Или даже не друзья, а вот люди в одной компании. Вот человек, который в условиях какого-то отдыха, даже развлечения, говорит, так, выдвигаемся. Я про него кое-что уже понимаю. Когда он говорит, опять же, в условиях отдыха, так, наши действия, я про него понимаю еще больше. Выдвигаемся, наши действия. А еще есть люди, которые, ну, это уже совсем пример экстремальный, которые в итоге всего, после того, что он уже дождавшись свой звездного часа сказал за столом, первые две протяжные, как по бруя, это обязательно, этот звездный час, я это даже не осуждаю, это его звездный час, слава богу. Но когда в конце он тебе скажет сделать лицо попроще, про него и до этого было все понятно, процесс опрощения лиц нам предлагают. Ну да, простите, но в тандем этому был язык номенклатуры. И вот, например, моя свекровь, глава депутатов, она приходила, смотрела там приготовленную еду и говорила, есть мнение. Как вы думаете, Мария, мы, будет ли, или когда наступит этот момент, когда вот вы можете сказать себе, например, мое дело сделано, все, равноправие, баланс, в литературе везде, женщины, мужчины, будет такое или нет? Ну я очень сомневаюсь, что это будет на моей жизни, потому что если мы говорим о нашей российской ситуации, а не о европейской, есть масса ситуаций в борьбе с равноправия, которые просели. Потому что, с одной стороны, РПЦ, которая хочет сделать всех избенными, внутренными, исконными и пасконными, да, при этом только 3% православных выходит на генеральный праздник Пасху, 3%. И, с другой стороны, конечно, это наша низкая рождаемость. Вот даже у Вишневского при красоте и таланте его и его жены всего одна дочка. Понимаете, да? Да. О чем это говорит? Это говорит о том, что вместо наших детей, которые мы не родили, займут мигранты, которые привезут, опять-таки, свой консервативный тренд. Эти люди приезжают со своим видением мира. Вопрос в том, что даже в европейских странах уже второе и третье поколение уже не хочет жить, как они. Оно уходит из дома, оно убегает, оно борется против этих хиджабов, бурок, всего остального. Поэтому я, в общем, счастлива, что я дожила до того, что я вижу сегодня. Потому что когда все это мы начинали, а мне 63 года, из них 40, страшно, да, страшная цифра, из них 40 лет я занимаюсь женским движением. Тогда ты был под запретом, если ты писал про аборты, про равноправие, про то, что женщину войняют, про то, что женщины отодвинуты от власти, дискриминируют на рынке труда, про бытовое сексуальное насилие. Вообще нельзя было писать, потому что у советского человека все решал местком. И вот постепенно мы вошли в какую-то цивилизованную европейскую реальность и потихонечку догоняем другие страны. Но опять-таки вот эти хвосты, связанные с консервативным поведением РПЦ, которые не модернизируются и от этого теряют паству. И плюс, конечно, мигрантский контент. И я понял, что с этим довольно сложно людям разобраться. И вот с гендером-то особенно, вроде все говорим, гендер-гендер, спектр и все остальное. Мне кажется, люди не понимают. И вот вы бы могли это сформулировать? Как вы относитесь к гендеру? Как вы это вообще понимаете? Что это такое? И вот про спектр что-нибудь. Мы сделаем сейчас эксперимент. Спектр чего? Гендерный спектр. А, вы имеете в виду, вы так окольно говорите про количество уже, так сказать, полов. Гендеров. Да, гендеров. Но вы знаете, я, к слову, гендер, при всей его, так сказать, брутальности звучания отношусь, я уже сказал, как моя задача выиграть гендер на право представлять свой пол. Имею в виду тендер-гендер. Не навязывая своих, так сказать, отставаний вкусов, я сам почти не употребляю, значит, гендерный. Но если я его слышу, у меня все-таки коннотации у меня все-таки скорее иронические. Я понимаю, что это слово звучит не естественно, а с таким тенденциозным усилием каким-то. Оно должно, так сказать, еще характеризовать произносящее. Вот, смотрите, вот слово, вот тот, кто у меня есть такое двустишье, я его еще не выучил, тот, кто употребляет слово нищеброды, он говорит про себя больше. Это не значит, что человек, который употребляет слово гендер, там, но, ну, солидное слово, так сказать. Но я, повторяю, я отношусь, у меня ассоциации такие, значит, что это все-таки будет какая-то, значит, доктрина, полемизм, значит, гендерность какая-то. Вот, а слово спектр, спектр полов я вообще в это въехать не могу. Я понимаю, что вот это ироническое сейчас по телевидению в одной программе ток-шоу, так сказать, иронизирование по поводу того, что это нельзя сказать, это, конечно, глупость полная, то, что сейчас в Голливуде нельзя сказать, это нельзя сказать, это полная глупость. Ну, я хочу сказать, что это полное, конечно, то, что я воспринять не могу, в силу, видимо, своей дремучести или примитивности, но количество полов, мне кажется, это повод строить всех вокруг, запрещать это, запрещать то, и искусство, они еще с этим хлебнут. Когда-то незабвенный Александр Кабаков, с которого последний раз видел, вот здесь, где мы снимаемся, он говорит, они еще со своей толерантностью хлебнут. Давайте разберемся с этим. Давайте, конечно. Что вы думаете, как мы будем лечить все это? Ну, я, во-первых, скажу, что гендер к количеству полов не имеет отношения ни малейшего, гендер имеет отношение к приписыванию определенных директив, вот то, с чего я начала, мальчики-зайчики, девочки-снежинки. Полов, я правильно понимаю, два остается у нас, мужчины и женщины? Подождите, когда мы говорим про гендер, мы говорим про социальную роль, гендер – это социальный пол, а полов может быть 300, 400, 800, я в этом не специалист, я думаю, что это область, там, не знаю, эндокринология, сексология, что-то другого, но мы сейчас с вами про другое. Мы про то, что вот гендер определяет, например, дискриминацию человека, начиная с его рождения. Давайте я вам расскажу, как вас, мужчин, дискриминирует гендерная, как бы, база. Давайте узнаем, как вас дискриминирует. Конец я открою. Я очень люблю про это говорить, потому что, когда я была… Потопчина, потопчина у нас. В чем заключается гендерная дискриминация российского мужчины? Вот когда он рождается, то мальчики больше погибают в родах, чем девочки. Ну, так природа заложила, извините. И поэтому вот те, там, губернии, конкретные роддома, там, холдинги медицинские, которые не закупают родовспомогательные технологии, новейшие, они изначально дискриминируют мальчиков, да? И теряют их, получается, да? Ну, поэтому и дискриминируют. Дальше мальчик выходит в песочницу, и общество навязывает ему совершенно определенный стереотип поведения. Значит, ударь, не уступай, ты мужик, реши проблему, учись быть самостоятельным. Но психофизика мальчика совершенно не зависит от того, что у него, извините, определенные половые органы. Как девочка может быть лидером в песочнице, так и мальчик. Но вот эта заряженность на решение проблем через агрессию приводит к тому, что уже в переходном возрасте появляется первая воронка от стрела мальчиков. Мальчиков нереально больше, я сейчас цифры не помню, погибает. Да, погибает. Погибает при там драках, поножовщинах, просто хотел показаться, выпал из окна, повесился от несчастной любви. Первая воронка, да? Дальше идет армия. И в нашей стране, в которой ограничением свободы карается только человек, совершивший преступление, мальчик изначально виноват, если он не инвалид, и если он родился мальчиком. Что является, в принципе, ну, как бы абсолютно ситуацией идентичной рабству. Мы потом, конечно, романтизируем это и находим в этом что-то такое, но, по сути, изначально это... У психоаналитиков это потом романтизируете. У меня есть вопрос про психоаналитику, сейчас мы про это поговорим. Подождите, подождите, мы еще не закончили с дискриминацией мужчин. Значит, дальше, после того, как вы выходите более-менее в приличном состоянии из армии, а можете выйти в состояние нуждающимся реабилитации, как психологической, так и медицинской, вы оказываете ситуацию, когда ваши сверстницы уже все это время делали карьеру. В этот момент вы как раз женитесь, и вам говорят, а ты не мужик, потому что ты меньше зарабатываешь. И опять-таки общество предъявляет к вам совершенно определенный запрос. А дальше, извините, 40 лет, и начинается мужской климакс. Первые звонки. Мужской климакс у нас вообще считается, что говорить об этом неприлично. Типа климакс только у женщин. В то время как он гораздо жестче мотает, потому что общество заточено на как бы культуру молодых. И когда мужику уже 40, а у него 20-летний сын, а он хочет так же пить, так же работать, так же заниматься спортом, так же заниматься сексом, он не выдерживает. И у нас появляется следующая воронка. У нас инфаркты. Инфаркты, инсульты. Все сосудистые дела, начиная с 40, даже медики говорят, что вот если дожил до 60, то уже мозги встали на место, уже начинаешь себя немножко беречь. А дальше, если дожили до 60, получается ситуация, в которой женщина все равно четко интегрирована. Ее там с внуками, с коляской, куда-то такое. Мужчина не всякий готов. Понимает, что ему делать в этом возрасте. Да, для него инфраструктура жизни неорганизована. И я знаю огромный вот этот пул пожилых мужчин, которые уезжают на дачу, живет с собакой, квасит, умирает, как правило, один, при том, что у него есть целая семья, но он не знает, кто он. Он не знает, кто он на пенсии. И вся эта цепочка приводит к тому, что мальчиков рождается больше, до 45 лет. У нас больше мужчин в популяции. А дальше идет просто вот по низовому. Вниз. Я хочу сказать, что, простите, написал нерифмованный двустишек в качестве самопародии. Есть предложение подвести черту. Давай пока оставим оба пола. А феминистки с этим не спорят. Феминистки спорят с тем, чтобы ни один пол не был дискриминирован. Феминистки утверждают, что ни один пол не должен быть дискриминирован, даже мужской. Ну, я напомню вам, что в цивилизованных странах и уже сегодня у нас тоже немножко мужчин-феминистов навало. И вот у шведов есть поговорка. Я феминист, потому что у меня нет проблем. Но если, опять-таки, мужчина идет работать в детский сад, потому что он любит детей, то первое, что на нем лежит, это клеймо педофила, как вы понимаете. Потому что общество не привыкло. Раз мы в психотерапию немножко пошли, я знаю, что вы работали и помогали людям в качестве психотерапевта и ходили. Расскажите, какой у вас опыт? Потому что в России же сложно. Нет, ну вы, наверное, слышали про то, что я практику веду, наверное. Да, я про это и говорю, да. Я-то себя иронически называю стихотерапией. Стихотерапией, да. А что касается моих наработок, буквально не впадая в саморекламу, у меня есть такая доктрина, ноу-хаус, это, значит, как оптимизировать и дебанализировать общение, как не шутить банально, как не говорить вещи, которые уже нельзя говорить. И как, в общем-то, попытаться разрулить почти любую ситуацию двумя-тремя фразами в свою пользу. Я, например, считаю, вот интересно с Марией согласиться со мной, я считаю, что вот беда нашего общения отечественного, одна из самых порочных традиций, это такая пошло-вульгарная участливость. Увидев человека, мужчину, женщину понятный, или даже мужчину, обязательно поделиться своими негативными впечатлениями его внешними. Алексей, да на тебе лица нет. У тебя все нормально, да, все хорошо? Как вы? Да, этого извращено. Нет, но есть феномен женской дружбы, увидев, что подруга похудела, и не сказать ей об этом. А женщины, знаете, как участливость? Это сексизм. Очень то же самое. Стервы подружки, женской дружки, за анекдот. Как они? Да что? А ты пластику делать не пробовал? Поскольку я вербально осваивал мир, и это судьба, и карма, и счастье, я выразил квинтэссенцию пошлой участливости строчкой, а ты незрячий, как я погляжу. Вот что такое участливость. Ну там, как конфликтовать, я никакой не тренирую. Этот ответ вы поддерживаете психотерапию, или вы все-таки против? Это не психотерапия. Я, во-первых, никакой не коуч, а каждый третий коуч. В тренинг кляпаешься, и вот жизнь по коучам понесет. Я наивный, что не педалирую, простодушный поэт Вишневский, который есть свои наработки. И главный смысл моей практики, некоторой ненавязываемой, это то, что в русском языке есть все, чтобы иметь индивидуальное остроумие, выбор слова, не быть банальным, и найти слова любые на любой случай жизни, интонации. Поэтому я склонен с тучием поспорить, мысли изреченные есть ложь. На русском языке можно выразить любую мысль, любой нюанс. Пользуйтесь словами в своих интересах, в своих целях. И на этом основана, значит, вот эта вот ИО-доктрина. Ноу-хаус от Вишневского, как оптимизировать, дебанализировать общение. И там никакого сексизма нет. Мария, расскажите про психотерапию. Вы поддерживаете ее вообще? Как идею или как способ разобраться? Моя жизнь сложилась так, что психологию я сдавала, когда я еще училась на философском факультете, а потом в психоаналитическом подполье я, собственно, училась как психоаналитик. И даже долгие годы консультировала, хотя сейчас я этим не занимаюсь. Психоанализ, который в России как бы расцветал сразу после революции, и даже вот особняк Рябушинского, который был институтом психоанализа, и в котором издавались вторые по скорости после Австрии труды Фрейда, значит, был уничтожен и уже где-то вернулся в нашу страну вместе с Горбачевым. И мы становимся в этом смысле цивилизованным миром, и какие-то вещи начинаем делать профессионально. Конечно, людям бесконечно нужны услуги психоаналитиков, психотерапевтов и иногда даже психиатров, но просто надо различать эти профессии. Если психиатры лечат медикаментозно, то как великий Фрейд научил психологов и психотерапевтов делать это словами, точнее психотехнологиями. И поэтому в том мире, в котором мы живем, в том ритме, в котором мы живем, при той нагрузке, которую мы на себя вешаем, нам, конечно, совершенно необходима терапия. Кому-то постоянно, кому-то в кризисной ситуации. Но сейчас, когда мы вышли из тяжелейшего кризиса ковидного, ковид ведь он очень разгуливает тревожность и виновность, у нас просто зашкаливает запрос на психологов. Вот такая у нас получилась литературная дуэль, русская. Правила совершенно непонятные, но она точно состоялась. И мы поговорили про литературу и гендер с замечательными авторами, во множественном числе, наверное, можно так сказать. С писателем, с писателем и поэтом, художником, киноактером, телеведущим Владимиром Вишневским. Спасибо большое. С писателем и драматургом Марии Арбатовой. Абсолютно верно. И заканчиваем мы всегда одной строкой. В камеру, зрителям. Вот все, что бы вы хотели сказать по поводу темы нашей передачи или вообще. Мария, если ты хочешь, я скажу первый. Ну, давай я скажу первый. Конечно, конечно. Я хочу, чтобы люди серьезнее относились к теме гендера и феминизма, потому что за ней стоит только защита прав человека, только возможность предложить людям равные стартовые условия и дать возможность реализовать свой психофизический потенциал, независимо от того, родились вы девочкой или мальчиком. Все. Спасибо. Друзья, спасибо за внимание. Призыв мой простодушен, как возможно и все, что я сказал. Независимо от того, какого вы гендера, пола, подавайте яркие признаки жизни, при жизни. А строка моя, главная, наверное, и любимая, и выстрадная, звучит так. Жить надо так, чтобы не сказали «помер». Дорогие друзья. Спасибо большое. Увидимся на литературной дуэли.